Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайк. Сегодня пятница, 2 сентября, время 22 часа 4 минуты. У нас тут были некоторые технические сложности, мы чуть задержались, так что приносим извинения. День 191 с Алексеем Арестовичем. Рады тебя, Алексей, видеть. Да, взаимно. Ну, нас уже больше 170 тысяч смотрят, 33 тысячи поставили лайки. Огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста. Ну, вы знаете, что, пожалуйста. Ну, а отдельно, специально подпишитесь на канал Фейгин Лайк и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке на его имя, Алексей Арестович, проходите и попадайте на его канал. Ну, что же, вот начнем тогда с юга. Что происходит там? Вот смотри, опубликована была карта. Вот мы ее сейчас показываем, она в эфире. Ну, в общем, со ссылкой на CNN и, я так понимаю, частично на институт изучения войны. Американские, BBC опубликовала ее. Причем показано наступление Украины на юге. Это на период 29-31 августа. Я не знаю, видишь ты или нет, если ты видишь. Но тут как-то очень оптимистически все выглядит. Я бы сказал, для двух-трех дней операции. Ты считаешь, и мы не говорим, так это или не так. Мы говорим, скорее, в вероятностных категориях. Вполне ли можно допустить, что имеет место такое продвижение вплоть до Новодмитровки, например, кружочком помеченной в фиолетовом кольце села, возвращенные Украиной 29 августа, по данным CNN? Ну, я бы сказал так. Разумно допустить, что на театре идут тяжелые бои. Потому что российская армия умудрилась вести в бой резервы. Оно и было понятно, когда ты наступаешь на... Это третьего корпуса резервы? Не-не-не, это по месту. Когда ты наступаешь на группировку в 30 БТГ, то рано или поздно ты встретишься в лоб с какими-то резервами. Но это не значит, что наши войска прекратили выполнять задачи, которые перед ним ставятся, и реализовывать замысел, который поставило командование. Поскольку генштаб просит тишину, мы в подробности выдаваться не будем. Отделаемся общими фразами. Но кто умный, как это сапиенде сад, ему будет достаточной фраз. Тем более, что я говорю достаточно прозрачными навыками. Основным содержанием того, что там происходит, являются удары по вскрытой логистической структуре российских войск. То есть, грубо говоря, они очень много суетятся. И мы очень много видим того, что не видели, пока они не начали суетиться. И вот туда, что мы увидели, туда и полетело. Поэтому, еще раз повторюсь, это одно из основных содержаний происходящих. А вот Минобороны, вот эта жопа с ушами по фамилии Коношенко, говорил о том, что погибших 2000, неудачная попытка наступления. Не, ну это все понятно. Мы должны это обсуждать. Потому, что они это сделали, как бы сказать, элементом пропагандистского, значит, попыткой демпинга такого, да. Попыткой демпфера, точнее, информации относительно наступления, который ведет ВСУ. Ну, то есть, нет-нет, сказали они, наступление захлебнулось, погибших море, сплошь трупы, 2000 военнослужащих. И они это разматывают сильно, очень сильно разматывают, что прям трупы, трупы, трупы. Ну, я даже не спрашиваю, сколько мы от всякого от них наслушались, но все-таки, на твой взгляд, вообще, они всегда как бы врут, но в данном случае эти масштабы, они вот для чего? То есть, это, они как бы себя самозаряжают, что на то, что нет-нет, сидите в окопах, все нормально, мы их отбили. Те, кто сейчас там как раз находится. Они решают очень сложную задачу. Треугольник. Первое. Им надо доложить Путину, как же они докатились до жизни такой. Почему на них наступают, а не они наступают. Раз. Второе. Им надо найти баланс между, как это, при уменьшении масштабов украинского наступления и при увеличении своих заслуг в его остановке и отбитии. А это сложная задача, когда ты понимаешь, баланс на тебе сложный. Решается вот традиционным способом, напоминаю, Жуковским. Когда Жуков доложил, что во время Курской битвы было уничтожено, там, что-то около 500 установок Фердинанд, или там больше, 1900, он сказал, по-моему, насколько я помню. Ну да, когда он не был за Жуков Германии. А их произвели за всю войну, 110, по-моему, около того. Ну, даже Сталин сказал, ну, ты ври, ну, не забирайся, как бы, да. И так далее. Поэтому пошло в ход 2000 и так далее. Ну, что там реально происходит, я могу назвать. Вот вчера по результатам одного из ударов по их плацдарму на правом берегу из одного только места вывезли три КАМАЗа двухсотых российских военных. Три КАМАЗа двухсотых российских военных. Три КАМАЗа в сторону Украины? Нет, в сторону России. А, как? Российских военных. Это только один удар. Таких ударов за сутки штук десять. Не все они по живой силе, но, тем не менее, можем себе представить, что там творится. Вопрос. Значит, ежесуточная потеря российской армии резко выросла. Сейчас они составляют 300-350 человек убитыми ежесуточно. Значительная доля их приходится на херсонское направление. И возникает вопрос, как долго группировка прижатая к реке с сильно проблематизированным снабжением в голой степи сможет выдерживать такого масштаба напряжения. Возможно, не будет того, чего они так ждали, радостных забегов украинских танков и пехоты на их позиции. А будет выявили, наказали, выявили, наказали, выявили, наказали. И, возможно, ровно это и происходит. А вот сколько они это выдержат, это большой вопрос. Со всеми своими 25-30 ВТГ это очень большая проблема. Вот смотри, что говорит Шойгу. Шойгу тоже отыгрывает по-своему. Он говорит, что продолжается попытка украинского наступления. Первый факт. Он признает, что продолжается попытка. Раз. Второе. Наступление. Два. На Николаево-Криворожском и других направлениях. Три. То есть он признает, что на Николаево-Криворожском направлении идет наступление. Интересно. Дальше уже противник несет значительные потери. Ну, хорошо, несет потери. И что? Эта акция спланирована офисом Зеленского. Акция спланирована офисом Зеленского. Оказывается, не генштабом, а офисом Зеленского. Только чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности украинских военных вести наступление. Ну, такое ощущение, что он вот лечится. Понимаешь, что ли Галоперидором. А почему создавать иллюзии, а не просто наступать и освобождать территорию? Я не понимаю, как это в его голове, в каком месте укладывается? Все очень просто. Они говорят следующее. Офис Зеленского не самостоятельный. Зеленский – марионетка. Офис Зеленского… Это мы слышали. Не-не-не, подожди, 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 подожди. Офис Зеленского существует только потому, что им командует США. Дальше следующая мысль, внимание. Ты как адвокат и логика оценишь, и наши зрители оценят. Ну, хорошо. США приказали, которые управляют Зеленским… Это же простой силогизм. Приказали Зеленскому провести наступление, чтобы оказать впечатление на США. Так. Еще раз. США приказали провести наступление, чтобы оказать впечатление на США. Они пихают эту историю. Я три дня назад еще написал. Они пихают эту месседж, что по приказу Зеленского подчеркивают в каждом сообщении. Теперь вопрос. Дети. Кому выгоден сказка про раскол между военными и офисами? Нет. Правильно, Машенька. И вчера к ней присоединяется товарищ Лукашенко, который говорит, что скоро ситуация будет разрешена в Украине. Он говорит. Потому что конфликт между офисом и военными нарастает. И решится вмиг, и закончатся переговоры. Он намекает на что? Что Зеленский победит военных и договорится? Или что военные победят Зеленского и договорятся? О чем говорит этот человек? Он, видимо, пришла разнарядка из Москвы. Он не до конца разобрался и выдал месседж пространства. Не поняв, что от него требовали. Либо специально их троллят. Как бы отыгрывать дурака и так далее. В общем, это все выступление Шойгу. Мы в очередной раз взяли пески. Седьмой раз. Они взяли пески. Да, он об этом говорит. Это докладывает маршал. И руководитель второй армии мира. Гордится, что взяли пески. Восьмой раз. Они же еще Украину брали еще полгода назад. Они грозили НАТО. НАТО собираемо НАТО КИУЖЕ. Потом она докладывает, что российские войска взяли село Благодатное и вышли на границу Херсонской и Николаевской области. Село Благодатное – это 400 квадратных метров. Примерно так. Плюс-плюс-минус. Это уровень Шойгу. Командир Рота постесняется вы докладываете таких успехов. Разве что, как о ближайшей задаче. С выходом на последующий. Но, как бы, они не понимают, насколько они смешны в этой риторике. Так нет, там хуже. Они говорят, мы взломали оборону и взломали. Взломали. Все это выползание на трибуну произошло, потому что по российским каналам разнеслась информация о том, что его отстранили. Путин его снял. И вообще там не Камильфой, а пятая, а десятая. И, видимо, он нашел возможность доложить, мужественно играя с желлоками и скрижащущим голосом, доложить о результатах. По надбиванию и так далее. Хорошо? Не вопрос. Посмотрим. Цыплят по осени, считай. Вот осень наступила. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня президент привел заседание Ставки очередную. Обещал сюрпризы в своем вечернем обращении. Новости. Новости. Но еще его не было. Она позже обращалась. Нет, уже было. Уже было. И самое главное, ГУР попросил об очень важной вещи. Он сказал, что давайте-ка информацию по российским объектам в Крыму. А президент поблагодарил жителей Крыма и вообще юга Украины за информацию, которую они предоставляют в свое время. Это я так уже... Прямо говорить нельзя, но я так это подвигаю плечом. Типа, куда надо думать и чего надо опасаться. Нашим любимым российским языком. Путинским. Ну, вот как-то так. Давай за всем... Смотри, ему вторит МИД, но он не прекращает радовать. РФ предостерегает западных политиков, говорит Министерство национальных дел, РФ, которые помогают наемничеству на Украине. Это не я так говорю, это они так пишут. МИД, РФ. А то опять скажешь, что Фегин тут вместо ВН. Что эти действия только отдаляют завершение СВО. Какой отдаляют? Как вы его приблизите? Чем вы его сейчас приближаете? Вот все очень хочется понять. Резиновой жопой Путина? Вот я вот это могу. Просто они не отдумляются совсем. Ну, хорошо. Вот смотри, что касается, опять же, Юга. На твой все-таки взгляд, правильно ли надо понимать, что операция будет, ну, как бы растянута по времени? Как она будет, ну, очень долгая. Потому, что наша задача, это что? Экономия. Экономия. Сбережение жизневоенных. И мирных жителей. И в отличие от российских деклараций, мы действительно их бережем. Они тоже любят декларировать, что замедление операции связано с тем, что мы вот тут бережем, на самом деле. Но проблема в том, что мы реально бережем, а они нет. И смотри, вот как учат солдат всегда. То ты строишь отделение и говоришь, парни, сейчас будем учиться военному делу настоящим образом. Или настоящему делу военным образом. Первое, его надо научить занимать позицию бойца. Это то, чему не учат пехотинцы, к сожалению. А 75% потерь во время перемещений. Поэтому попыток перемещений. А второе, ему надо объяснить, как организовывается бой. Так вот, бой, что на стратегическом уровне, что на уровне тройки или двойки бойцов, и даже на уровне единственного одного бойца, организовывается всегда в интересах самого старшего и самого сильного огневого средства, которое у него есть. То есть, простой выбор. Если у тебя есть дробовик и пистолет, стрелять надо. Бой надо организовывать так, позицию, дистанции, чтобы ты стрелял из дробовика. А если у тебя есть пистолет и нож, то в пользу пистолет. А если у тебя нож и рогатка, то в пользу рогатки, а потом ножа. А может быть ножа, а потом рогатки. Это там зависит. И если мы имеем... Вот вопрос. В чем российская армия по-прежнему превосходит нас на отдельных участках в количестве и стволов, и авиации, и других средств старшего командира. Вопрос. А в чем мы их превосходим, чтобы храбро на них наступать? А мы превосходим их в разведке. Мы лучше знаем, чем они, обстановку. В этом смысле наши разведчики работают блестяще. И местное население, которым помогают, работают блестяще. Силы сопротивления и пардинаны работают выше всяких поглав. И мы превосходим их в дальнобойных и точных средствах. Не по количеству, но по качеству. Химарсы и артиллерия 155 мм с управляемыми снарядами. Так как же мы будем организовать бои наступления? Ясно, что в отношении максимального эффективного использования тех средств, которых у нас преимущество. А у нас преимущество в дальнобойных средствах. Химарсу не надо идти в атаку с криком «Ура!» на Херсон. И управляемому снаряду типа «Эскалибур» и ракете «Харм», которая висит под крыгами наших самолетов, не надо идти в атаку. Они запускаются с нескольких десятков километров. И вот наша задача – выявить и накрыть. Выявить и накрыть, что с успехом происходит там пятые сутки. И это же очевидные вещи. Ожидать от нас там храбрых наступлений в стиле мы там, как они наступали на Лещанский, Северодонецк, мы побежали, что у них тоже есть преимущество. Преимущество заключается в том, что мне жалко своих людей. Они готовы брать два райцентра так, что потом девять бригад выводятся на видновление, то, что называется, на восстановление. И мы так воевать не хотим, не можем и не будем. Мы будем воевать так, как это, реализуя свои преимущества. Наши преимущества простые и понятные. Дальнобойные, высокоточное оружие и разведка. Вот это сочетание, разведывательно-ударный комплекс, который мы обрушиваем на голые противники, это и есть наше главное преимущество. Все наши боевые действия организуются в интересах их применения. Но это еще не все. 11,7 миллиарда долларов. Которые, по слухам, газеты «Рейтер» запросил. А ты представляешь, сколько вкусного приедет к нам на эти деньги и сколько прилетит на голову им на эти же деньги? Это самый крупный разовый пакет, который был до сих пор с начала войны. Если он будет реализован, здравствуйте. Но и тогда характер войны не сильно поменяется. Потому что мы по-прежнему будем реализовать преимущества западного оружия над советским. А оно над российским. Оно высокоточное. И вот две главные характеристики. Оно более дальнобойное. Любая попытка закрепиться, развернуть командный пункт, создать склад, навести переправу, будет заканчиваться одинаково. Тремя КАМАЗами с двухсотами. Нас смотрят больше 352 тысячи человек. Под 100 тысяч поставили лайки. Но я не могу этого не сказать, потому что подхватили это пропагандистские ресурсы в России. Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек. Считает бывший заместитель командующих сил специальных операций вооружённых сил Украины как заместитель секретаря Совета Безопасности и Обороны Украины генерал Сергей Кривоносов. Он это заявил. Я вот специально посмотрел это видео на YouTube-канале Ukrainian Media Network. И я вот, честно говоря, так мне показалось, что он имел в виду не сотни тысяч, а сотни тысяч. Он критик власти, критик Зеленского. Это известно. Он близок к оппонентам Зеленского. Выразимся мягко. Но я тебе скажу, что это как-то было подхвачено. И, в общем, как-то разматывается. Сотни тысяч, сотни тысяч. На твой взгляд, чего здесь больше? Это как бы, ну и ради красного словца, там, сейчас Зеленского польём. Либо, ну как, ну, это свидетельство о масштабах потери и так далее. А чего здесь больше? Как ты скажешь? Как прокомментируешь? Потери назвал заложенной. 9 тысяч убитыми. 9 тысяч, да. Я думаю, что... Тут даже не буду говорить, что я думаю. Я предложу версии, которые возможны. Он назвал только вооружённые силы. А есть же ещё другие силовые ведомства и, в принципе, силы обороны. Как вариант. А возможно, это общие потери убитых. Не знаю. Заложенному виднее. Что касается десятков тысяч погибших, но мы по Мариуполю, по самым скромным данным, считаем 25 тысяч погибших гражданских. Это не сотни, но это десятки. Вполне может быть, что их больше. Никто не знает, сколько реально погибло в Мариуполе. Минимум считается 25. Может быть, 50. Но и в целом достаточное количество гражданской погибло в Харькове, в Николаеве и так далее. Это не десятки тысяч, или даже не сотни. Но самая крупная потеря – разве в Мариуполе. Но они есть. Ну, вот это что касается потерь. Это что касается потерь. Что касается заявлений Кривоносцев, всё-таки здесь, на твой взгляд, больше в политике. Маркин, я тоже комментировать это не буду. Хорошо. Не, ну, это даже отсутствие комментариев тоже важно. А дальше поехали. Вот смотри. Ко вчерашним событиям, которые как бы немножко и задевают день сегодняшний. Это миссия МАКТ. Подожди, подожди. Мы ещё с фронтом не разобрались. Надо сказать, что, несмотря на херсонскую историю, которая привлекает все общее внимание, мы не должны сбрасывать с счетов. Давайте карту посмотрим. Давайте. Не запорожское направление, не Донбасс, не Донецкое направление, не Ардеевское направление, не Харьковское, не так далее. Напоминаю, что в открытой печати прозвучала информация о том, что Путин приказал взять Донецкую область полностью к 15 сентября. Осталось две недели. Это означает, что эти габрики активизируются и уже активизировались на некоторых направлениях и попытаются выполнить задачу, которая поставлена. Они её не выполнят, безусловно. Но на основных направлениях будет в ближайшие сутки двое, трое, четверо, пятеро, а может и две недели будет усиление боёв. Вот что будет после этого усиления, учитывая, что силы так называемой кадровой ДНР, ЛНР выбиты до состояния полного несостояния. Там по 10% кадрового состава осталось от начала операции. И российских войск там не очень много, хотя туда зашла группировочка, включая небольшая. Это всё считается на единицы БТГ, но возможно, что российские войска будут на добивающем или основных направлениях каких-то. Направления ничего не поменялись. Тот же Бахмут, та же Авдеевка, та же Маринка. И третий корпус, скорее всего, будет использован там, не на юге. Возможно, они попытаются дёрнуться на запорожском направлении, но надо правильно понимать. И чтобы не падали в уморок, уважаемые жители Запорожья, это местное действие местного значения. У них не получится ничего серьезно сделать. Но там будет усиление боёв, и нам будет что обсуждать в ближайшее время, я думаю, кроме Херсонского направления. Не будем забывать. Это 1390 километров фронта от Харькова до Херсон. Всем им надо уделять внимание. Там уже активизация пошла. Местные бои в подробности мы не будем вдаваться. У нас не тот с тобой уровень, чтобы по отдельным деревням там ходить и показывать. А вот здесь они вот особенно было тяжело. Они сюда нападают. Ну, логика понятна. Основные направления сохранятся. Задачи у них все те же. Славянск-Раматорск, все от Изюма. Бахмут южнее и севернее на окружение. Авдеевка севера на Весёвое. Продвижение на Опытное туда же. И продвижение на Маринке, и на Новомихайловка, Углидар. Все то же самое. Ну, по Логе Орехова. Вот туда. Поэтому будем справедливы к тем нашим солдатам, которые сражаются на том направлении. Немирным жителям, которые все это переживают. Опять же, никуда не деваются. Мы должны напомнить. Удары по Харькову, удары по Николаеву. Нам говорят, что мы часто забываем. Но чтобы не превращаться в начетку географических названий, я вспоминаю периодически. Сегодня хочу отдать дань жителям Харькова, Николаева, Никополя и всех других городов, которые прифронтовые, по которым бьют того же Бахмата. И всем остальным местам. Тоже маленькие, по которым бьют российские войска, где идут боевые действия, снаряды летают на голову, гибнут, наверное, жители. Поэтому мы помним о вас. И вот специально об этом говорим. Так, ну, это по обстановке все вроде бы, да? Ну да, надо было пройтись, отдать дань. У нас еще завтра ведь будет эфир, мы завтра какие-то вещи. Просто у нас вчера был перерыв, мы поэтому как-то больше югу уделяем внимание, а завтра у нас будет более спокойный обстановок, мы сможем как-то более детально говорить. Я считаю, что несправедливо только внимание Херсонову, а Харькову. Ну, ты же понимаешь, как это работает. Сейчас это тема фокусе, и мы... А я тебе скажу, есть проблема, мы все дружненько попали в эту ловушку, в том числе и мы с тобой. Ловушка заключается в том, что война идет долго, 190 дней уже, и положение на поле идет медленно, тягучее. Это не может быть иначе, потому что армия третьего поколения, воюют с армией третьего поколения. Это всегда очень долгая длина, а новости работают иначе. Новости нужно... Им хочется каждый день и побольше ярких событий. А у нас с тобой ежедневное шоу, и вот мы в этом треугольнике вынуждены с тобой действовать, но я противник подачи информации о войне в хайповом, в основном стилистике. Мы медленно, методично будем разъяснять, что происходит, как происходит, почему происходит, и почему не надо бояться тех опасений, которые пытаются вкинуть через информационную борьбу, и на что реально нужно смотреть, уделять внимание. Так вот, Херсоновское направление не единственное. Сейчас будет усиление Донецка, Запорожск, я должен был об этом сказать. Ну, окей, окей, да. Давай сейчас обсудим всё-таки вопрос с МАГАТЭ, потому что вот что там представляет некоторый интерес – это то, что комиссия по существу Гросси закончила работу, но там остались представители. Причём, я не знаю, видел ты это видео или нет, товарищ в Брионе какой-то, ну, видно такой, с Кавказа, представляет российскую сторону, показывает, как направление ракеты, которая в земле лежит, откуда она прилетела. Вот. Всё выглядит очень опереточно, но там ведь что интересно, значит, они фоном сопроводили это озвучкой прибытия этой комиссии сказками о том, что высадился десант. Не знал, что, как кажется, на баржах и на семи лодках высадился десант, значит, который весь был уничтожен, там что-то 50 что ли человек, все были уничтожены. Наверное, и ты там был бы в этом десанте, и тоже был уничтожен. Высадились у Запорожской АЭС. Ну, видимо, так. А зачем всё вот это вот? Они как бы пытались каким-то образом произвести впечатление, не пустить в какие-то опасные места самой станции эту комиссию. Ну, весь этот спектакль, он как-то его... Тоже, ну, парни заняли атомную станцию, парни по ней стреляют, парни нарыли там окопов, парни там сделали пыточную, парни там хранят в цехах боеприпас, в том числе ракеты Корсозол. Вот. И всё это показывает комиссии как-то не в сроки. Поэтому они сделали всё, чтобы замедлить заезд этой комиссии туда. Пока они, наверное, заметут этот самый, да, и приберут и изобразят. И, боже, что они только не делали? Они стреляли по станции, они стреляли по маршруту, они придумали эту высадку десанта. Конечно, как же высаживать десант, кроме как на баржах? Баржа, она же такая очень-очень быстроходная, метнулась кабанчиком, быстро высадила десант, отбежала назад и так далее. Баржа и скоростные катера. Они на одной скорости, красиво поднимая буруны, дошли, как стая дельфинов и косаток, да, и выбросились. 60 человек десанта. Ну, конечно, чтобы захватить запорожскую атомную, скорпнейшую в Европе, нужно же ровно 60 человек десанта. Больше нельзя, ничего будет делать. Меньше, но тоже неудобно. 6 реакторов, как раз по 10 человек на реактор. На корпуса, на все остальное там и так далее. Вот. Ровно-ровно для этого высаживалось. А то, что там тысячи три российских войск, ну, так это же дело такое. Украинские десантники, они живы в ОХО, 1 к 50. Там всех легко побеждают. Вот. А потом объявляют, воины-десантники вы окружены, как это, наше радушие, горячий чай и прочее, прочее. Вот. В общем, весь этот цирк они сыграли. И парни в Брионе от МАГАТЭ встретились с парнями в Брионе. Там, заметьте, ни одного украинского журналиста. Только российские. Ну, это понятно. Нет, это я. Нет, да. Международные СМИ, которые там оказались, у меня тоже вызвали определенную долю сомнений, как бы, да. Вот. Но увенчалось это чем? Постоянная миссия МАГАТЭ – это очень хорошо. Потому что стрелять по постоянной миссии МАГАТЭ немного сложнее, чем просто по атомной станции, изображая страшную опасность с украинской стороны. Я вообще слегка удивлен, что в мире есть люди, которые там, вот, говорят – давайте проверим эту информацию. Ну, информация следующего рода. Страна, пережившая Чернобыль, имеющая 460 тысяч чернобыльцев, вот, около того, массу людей, пострадавших, погибших и так далее, там, умерших позже, целые зеленые районы, ничего лучшего не нашла, как пострелять за атомной станцией. Чем еще развлекаться украинским солдатам, правильно, и офицерам? Думать – дай пульнем по запорожской станции. А чего? Вот. А потом десант высадим и заполируем. Ну, то есть, это такое очень дешевое шоу с их стороны, которое было полностью направлено на препятствование работы миссии МАГАТЭ и создание у них ложных впечатлений. Я не знаю, как они Химарс туда не притащили, сожженный. И они сказали, вот он заехал на станцию Химарса, стрелял. Но, как они любят сообщить, младший сержант какой-нибудь, там, Хайтебилды Бурятов, да, остановил одним выстрелом 126 украинских танков, да, и 14 Химарс. Вот. За что заслуженно получил звание Героя Украины, что мне, вернее, России, что мне нравится, как они ошалевшие всегда товарищи, которые, которым вешают эти награды на груди, я такой, какое у них ошалевшее выражение лица. Я посмотрю за вот этими летописью российских военных подвигов. Вот они в новенькой не обмятой форме, об аккуратно застегнутой каске, по всем правилам ношения, то есть с автоматом на ремне докладывают, значит, там, как уставка рульной гарнизонной службы, соответствующий подвиг, докладывают, как он совершил подвиг по уничтожению 126 украинских танков одним выстрелом, да, из БМД-2. И это, ну, настолько лубочно, настолько, как бы, ну, понимаешь, была такая программа, ты ее помнишь, служу Советскому Союзу. Ну, ты что, ты что, ты что, по воскресеньям, это святое дело. Это люди, которые делали, были в сто раз талантливее, чем нынешняя служба Российской Федерации, да, и так далее. Ну, это, конечно, ну, я не знаю, у меня вопрос к МГТ, она проглотит вообще все это, все, что им пихали с ложечки. А вот неизвестно, ты знаешь, неизвестно. Вот посуди сам, вот этот грозь, он возвращается к себе в Швейцарию и так далее, мы его не обвиняем ни в чем, но он оставляет нескольких человек для постоянного присутствия на станции. То есть, по сути, это заложники. Ну, так вот, если разобраться, скажешь что-нибудь не то, вдруг, ой, вы знаете, снаряд прилетел, ваши товарищи вот были тут, а больше их нету, вот можем трусы от них оставшиеся сказкой отдать. Ну, понимаешь, да? То есть, он сам создаёт предпосудия, чтобы учитывать это обстоятельства. Ну, у меня вопрос, а как квалифицируется по международному праву удержание в заложниках или полузаложников членов международной организации? Не, ну, это безусловно можно трактовать как терроризм, но другой вопрос с целями какими, да? В качестве заложников, чтобы что? Угроза убийства? Субъективная сторона за злочину, да? Преступление, да? Ну, это очень интересная история. Мне он сказал, что… Субъективный умысел, там, по объективной стороне действия. По объективной стороне. Ну, вот у меня вопрос… Действия без действия по объективной только бывает, да? У меня… Да, 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 я же о чём говорю, у меня же этот цель… Ты же сам сказал, что мы не знаем, ну, субъективную сторону не можем установить, с какой целью они удерживают, но вся эта цель, вся эта история проявится в его докладе, который он обещал не позднее начала следующей недели. Вот ему не очень интересно его почитать. Что же он там отметит? Пока он сказал, что станция может работать, хотя угроза существует, там, повреждения и всякое такое… Ну, посмотрим, доклад же будет. В принципе, посмотрим, да. Он сказал, что всё, что мы хотели увидеть, мы увидели. Два часа. Потом… Ты знаешь, что её физически нельзя обойти за два часа эту станцию? Она огромная, да. 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 Он всё увидел. Второе ещё очень важно. Он сказал, мы вот как бы не делаем политических выводов и как бы отстраняемся от любого политического… Вообще не вопрос, ради бога. Но посмотрим, действительно посмотрим, потому что вот мне люди рассказывают, что МАГАТЭ – это вообще организация полностью инфильтрированная Лубянка, чтобы вы все понимали. Неудобно было говорить, но если посмотреть на структуру финансирования, очень многое становится понятно. Да, 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 да. Поэтому как бы вы просто посмотрите. Мы не будем на это время тратить, а вы вот, уважаемые зрители, поизучайте этот вопрос. В интернете всё, всё, всё есть. Вообще всё тут. Зачем тратить время? Ну, вот смотри, давай следующую тему осветим. Мы уже 30 с небольшим минут находимся в эфире. Значит, институт войны всё тот же самый американский говорит, что Кремль намеревается собрать новые силы для наступления на Украину осенью, зимой 22-го. Ну, и он указывает то, что ты уже сказал, украинские войска продолжают обстрелять материально-технические узлы и ключевые позиции России. На оккупированной территории ВСУ ведут боевые действия по четырём направлениям наступления в Херсонскую область. Ну, ты считаешь, что тема наступления возможного со стороны Москвы, ну, потому что, когда об этом Шойгу говорит, мы понятно, как к этому относимся, но она вообще закрыта. Вот, ну, я не представляю, как можно на Николаевском и Криворожском направлении наступать, но ты сказал, что это возможно вполне, выполняя указания Верховного командования, значит, выйти на границу Донецкой области. То есть, осень-зима. В этих районах вообще во время начала зимы, когда похолодает, это вообще реально, что они начнут какую-то наступательную кампанию? Как твоё мнение? Я даю по 10-12 интервью в сутки, и у меня к тебе вопрос. Я говорил уже про то, как создавался Третья АК, и трое его собратьев, которые так и не были созданы. Ну, давайте ещё раз повторюсь. Значит, по поводу того, что они заберут войска. Команда, может, кто не слышал. Это истинно интереснейшая команда из Москвы по созданию четырёх армейских корпусов, то есть по четыре на округ. По одному на округ было отдано в середине апреля. К августу месяцу, к середине. Они еле-еле создали один неполновесный, который должен насчитывать 15, а насчитывать меньше 10. Вот. Понятно, как они будут мобилизироваться дальше за осень и весну. Они, видимо, продумали какой-то там пакет. Но это очередных социально-экономических стимулов, которые идеологически, которые должны дать какую-то массу людей. Но если мы вспомним сообщение ГУР о том, что 1200 призывников из Ленинграда и Москвы кидаются на Крым, потому что не хватает живой силы, срочники, то мы в плен начали попадать 55-60-летние джентльмены с российской стороны, с кадровой, и не способны создать один корпус. Я очень хочу посмотреть, как они будут мобилизоваться. Безусловно, план войны, с их точки зрения, предусматривает следующее. Затягивание войны. Тяжелая осень для Украины и зима. Для Европы. Без газа, без нефти. Там же сегодня еще газовая тема. Восьмерка решила ограничить и нефтяная, вернее, цену за нефть. Я думаю, сейчас подробнее. Да, да, да. И вот, когда весь мир содрогнется, Европа замерзнет, Украина умрет от холода, от голода и всего остального. Ну, а вот они за это время, заведя ситуацию в паузу, в позиционную войну, соберутся с силами в матушке России, накопят необходимое количество там криво-косо произведенных крылатых ракет снова и так далее. И получат живую силу, там отремонтируются где-то, восстановят боеспособность. И где-то к весне или в конце зимы получат возможность провести еще одну какую-нибудь, а то и две операции, которые должны вырешить, заставить на Украину, там взять, например, тоже Донецкую область, заставить там еще продвинуться в Херсонск, еще продвинуться в этой самой. И мы, обессиленные зимой, несчастный украинский народ придет к Зеленскому и скажет, Зеленский, гад, сдавайся и подписывай Минск-3, потому что что? Ну, не можем мы переносить тяжести лишения этой войны. А они вон снова наступили, снова что захватили, это же бесконечно. С этим же ничего не делаешь. Все это легко прихлопывается 12-миллиардным пакетом помощи от Соединенных Штатов. Да, один с половиной, да. Не получится в этих условиях, если они вовремя все поставят, не выйдет особо позиционной войны. Угарил кремный цветок. Потому что лететь будет, мама дорогая, на этих сидящих позиционной войне. А второй момент, они будут очень сильно прорежаться. Позиционную войну, может, им удастся удержать, посмотрим. Но сидя, они будут очень сильно прорежаться. Это вам не 14-20, вернее, не 14-22. Это будет лететь, лететь еще и прилетать каждый день. А во-вторых, то наступление, которое радостно у них пойдет, наткнется на результаты этих 12-ти миллиардов. Может, и больше к тому моменту. Если вдруг война затянется, представим себе самый ужасный вариант, и они снова там ломанутся где-то в феврале-марте и так далее. Ну, их встретят уже по-настоящему. А вот на третье собрание сочинений, на весну, лето 23-го, я очень сомневаюсь, что у них найдется. Очень сомневаюсь. Я еще очень помню. Все эти планы страшные. Когда по 10 БТГ в месяц они должны были выставлять. И к октябрю, к ноябрю собрать 40 БТГ. Они и по 2 не собрали. И так далее. Нет у России возможности мобилизоваться. Оттащить войска, заставить нас стать в позицию. Оттащить войска, восстановить боеспособность за счет пополнения кадрового ядра, сохраненного какими-то 55-летними джентльменами. Я еще могу представить. Но боеспособность этого всего. Да на фоне американской помощи, да на фоне санкций. Это очень скучная, длинная и абсолютно безперспективная перспектива. Путин думает, что Европа устанет. Что мы сейчас затянем. Что в Италии выборы. Что мы сейчас переиграем на 5-10. Ну а что же ему остается? Мало кто понимает, что эта стратегия не хитрая, продуманная, а вынужденная. Это даже не стратегия. Они просто выбирают траекторию в данных конкретных заданных обстоятельствах. Эти обстоятельства заданы не ими. На поле боя их обломала украинская армия с западной помощью. А санкциями прибивает Запад. Они просто выстраивают траекторию, рассчитывая, что мы, европейцы, слабые. Но в нашей слабости они умели возможность уже убедиться. 50 тысяч убитых им обошлась наша слабость. А может быть и больше. И полный срыв, полный замысел. В европейской слабости они тоже убедятся. Как посмотришь на последние заявы Шольца, так думаешь, ни фига себе. Серьезно ослабела Европа, особенно Германия. Более того, Сиерто – это министр иностранных дел Венгрии. И тот же заявляет те вещи, от которых волосы на ногах дыбом встают у меня лично. Я от них такого не ожидал. Сейчас они в этой слабости, я думаю, убедятся по полной. Северный поток один. Крякнули сегодня? Крякнули. Они говорят, еще докачают. Еще докачают. И будут крутить дули во время этой зимы по полной. А к следующей зиме они уже будут абсолютно все равно. Поэтому они решат. Вот эта тема замерзают и так далее. Все пропагандистские ресурсы испечатают. Поэтому то, что они хотят выдать за стратегию, напоминает мне хорошую русскую пословицу. Звучит она так. Не по-хорошему мило, а по-милу хорошую. Или выдаем нужду за добродетель. Второй вариант. Они выдают это за хитрую стратегию замораживания Европы. Но ребенку понятно, что это абсолютно вынужденное действие. Попытка проложить шальную траекторию между обстоятельствами, которые они создали. Они уже не управляют ситуацией. Все. Вот и все. И сколько бы они ни надеяли, что мы сейчас заморозим. Это наша хитрая история. Как это? На затягивание войны. Сам факт затягивания войны. Агрессия же не может быть затянутой. Агрессия должна быть молниеносной. Чтобы она была успешной. Это показывает, что облом. Я не понимаю, зачем западные издания пессимизируют эту тему. И рассуждают в этих самых. Путин сознательно затягивает войну. Ничего он сознательно не затягивает. У него просто тупо выхода нет другого. У Путин. Не он ведет ситуацию. Ситуация его ведет. Он потерял возможность влиять на обстоятельства в стратегическом масштабе. Все. Да он и в этом сам. Ну, Шойгу. Мы возвращаемся к началу нашей беседы. Шойгу докладывает о взятии деревни. Министр обороны круг страны. Как бы она огромная. Ну, куда? Ну, блин. Это формулировки западные. Они меняют. Я их так вытраливаю. Когда даю им интервью, ты не представляешься. С их вот этими формулировками. Как бы да. Там он сознательно затягивает войну. И Украина, и Запад столкнется с этой новой стратегией. Путин. Да мы ее организовали. И это ни хрена не стратегия. Что мы там столкнём? Ну, короче. Будем разоблачать. Да. Западную прессу мы знаем, так сказать. Да. Так. Смотри. Ну, теперь подойдем к сладенькому. Значит, ограничение цен на российский нефт направлено на произвращение резкого роста на энергосетели и сдерживание роста инфляции. Это об этом говорит Минфин Японии. Но на самом деле, я объясню, страны G7, в общем, решили установить просто коридор для российской нефти. Я подозреваю, что скоро и на газ нечто подобное будет. Что такое коридор? Это определение цены отсечения, по которой выше ее покупать нельзя. Запрещено. То есть, никому в мире, не то чтобы там, а мы все равно продадим там Китай, ничего вы не продадите, потому что там будут определенного рода наложены ограничения там по ее перевозке, нельзя страховать, суда будет. Ничего. В общем, держаться этого коридора. Сейчас определяет цифра коридора, об этом говорят пара недель, будет определена, ну, допустим, это будет 20 долларов. То есть, выше 20 долларов, пара ли ты не можешь продать. То есть, это уже будет, ну, как бы, ну, я бы осенил. Ну, 20 не будет, я думаю, но то, что они могут заставить Россию торговать себе в убыток, и то, что было всегда преимуществом, станет. Ну, хорошо, ну, 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 30, ну, 40. 40 это максимум. Станет якорем на шее, и они будут палить, как сейчас 10, сколько там, я не разбил, я не газовик, ну, какое-то безумное количество кубометров этих спаливают в сутки на границе с миллионами. Это газ, это газ. Ну, так, ну, не спалишь, конечно, да, но тем не менее, можно заставить торговать себе в убыток. А самое главное, что никакими внешнеполитическими событиями, на Ближнем Востоке, в Африке, где угодно, невозможно будет создать резкий скачок цен, и разовый там набор в течение месяца сверхдоходов от нефти, это очень хорошая история. Ну, вот, смотри. А самое главное, тут еще, тут же, смотрите, тут сокращается поле для возможной контр-игры антизападной и других стран, которые там интриговались с Путиным, на антизападной повестке, и на тип, давайте используем возможность, закупимся нефтью и газом, не будем показывать пальцем на одну из моих самых любимых стран, не будем. Так вот, как это, потому что нарваться на санкции семерки, это, знаете ли, это тупо самоубийство. Ну, конечно. Но вслед за этим же Евросоюз потеряет ручонки и говорит, сегодня Боррель, по-моему, да, там кто-то из Еврокомиссии говорил, из высшего руководства, что ребята, ага, а мы сейчас все Европой рассмотрим то же самое. Не только семерка, мы следуем, благо, что ведущая страна – это будет связано однозначно. Раз семерка – это главные страны Евросоюза в ней участвуют. Ну, вот как бы это праздник приближается. Смотри, как только наступило 1 сентября, я активизовался, то есть начался новый политический сезон, сразу пошли действия, решения которых мы ждали в августе, все же когда-когда-когда. Да вот они, вот они, пожалуйста. Потому что сезон стартовал, и снова будет политика яркая, снова политика будет частая, решений будет много обсуждать, будет чего. Потому что фактически август – это же был мертвый сезон. Все были в отпусках на Запад. Сейчас быстро и интересно все пойдет, и в том числе для Владимира Владимировича с его резиновой жопой. Потому что они, они же, вся эта бравурная риторика в стиле «то мы тут еще затянем войну», она строилась на том, что Запад весь август не принимал решения практически. А вот они снова пошли эти решения. Ну да, да, да. Теперь уже ему не отделаться. Поле пастьбы сокращается, кормовая база начинает резко сокращаться. Понимаешь, что снова. Ну, надеюсь, что активизируется работа по… по новым санкционным спискам Украины к этому… Украина наложила сегодня сама, в том числе на дочери Путина. Мы же сегодня наложили или вчера, не помню уже. Наложили там на 46 одних деятелей, на 67 или 68 других, или 86 других, какие-то деятели. Наши санкции. Ну, как бы мы показываем, что мы наложили, так это может как-то… Давайте присоединяйтесь. Угу. 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 Ну что ж, нас смотрят почти 8 тысяч человек, больше 130 тысяч поставили лайки. Мы в эфире почти 43 минуты, поэтому просьба подписываться на канал Фигенлайф, на канал Алексея Арестовича. Напоминаю, на него можно попасть в описании к этому видео по имени Алексея Арестовича и подписаться там. Я думаю, надо что-то оставить на завтра. У нас завтра 22, всё по плану, правильно? А последнее, что остаётся, но сегодня жёсткая дискуссия. Вот смотри, у нас появился новый мерч, у нас есть такой художник, который участвовал в NFT-коллекциях, которые мы размещали в «Баталью на Азов», его зовут Евгений Нападовский. Вот вы видите его, значит, инстаграм, он из Одессы, художник. Вот. Ну вот… Кстати, день Одессы, слушай, надо поздравить всех одесситов. Да? День города, конечно, 2 сентября. Одесситы, мы вас поздравляем. Я даже и не знал. Мы неравнодушны к этому городу, к нему нет равнодушных. Я закончил там военное училище, для меня это вообще большая часть моей жизни. Поэтому счастья вам, здоровья, и помним, что не существует людей, способных завоевать Одессу. Их не было, нет и не будет никогда в этом мире. Видимо, мы расцениваем это как взаимный подарок. Нам этот дизайн принта, и мы его возвращаем в наши благотворительные коллекции. Ну, понятное дело, что это иронический принт. Сразу начали говорить, что мы геи. Ну, у тебя это уже привычный амплуат пропагандистов. Ну, я еще добавился. То еще что-то выдумывает Дольче Габбан. Ну, на самом деле это фильм Бэт Бойс с Мартином Лоуренсом и Уоллом Смитом. Вот в этой стилистике чуваки решили так немного потроллить. Я считаю, вообще выглядит очень хорошо. У нас на подходе еще ряд мерчей. И на самом деле все-таки надо всегда отдавать себе отчет, что это, конечно, с иронией все делается. Мерч, который нужно сделать, это мы на Красной площади пьем кофе. Пьем кофе. Надо там додумать. Мы там в кафе сидим, там очень сложная такая архитектура. Надо перерисовать просто, да. Ну, да. Но, понимаешь, получается, мы там иконостас целый, понимаешь? Поэтому надо додумать. То ли мы на лобном месте сидим, то ли мы Путина казним. Тебе надо в костюме генпрокурора. Я с чашечкой кофе. Это будет пользоваться большим успехом. Вот. Поэтому на самом деле все это нужно для того, чтобы голыми по улице не ходили, а выбирали майки с нашими принтами нашего благотворительного проекта Феги Наристович. И, в общем, цель его распространения – максимально широкое получение средств, которые мы тратим на тех, кто пострадал от войны. И вот буквально в понедельник я вам рассказывал на предыдущем стриме про Данилу Рака, 12-летнего парнишка, который продает молоко. Вот. Мы с ним связались, все поговорили. С мамой и с его связались. Она сейчас в Чернигове. У нее там действительно, значит, ее лечат. Вот. Ну, в понедельник уже деньги, как мы и говорили, 2 тысячи евро. Мы уже будут у нее. Просто сегодня пятница, уже поздно, ничего не работает. Так что вот так. Ну, завтра мы все, что не успели договорить, договорим, обсудим и другие темы. Я благодарю Алексея Аристоевича, спасибо тебе, что ты у нас приходил сегодня в пятницу, а мог бы где-то выпивать или куда-то пойти, с женой туда-сюда или еще что-нибудь. Война проходящая, а эфиры вечны. А, и не говори. Завтра будет новый эфир, приходите завтра в 22, у нас также будет эфир и двойной эфир с Андреем Пианковским, как раз называется «Резиновая жопа». Обязательно на него тоже придите. Ну, и другие эфиры. Так что, как обычно, как каждый день, на «Фейгенлайв» не пропускайте. Всем пока, Алексей, до завтра.